Как известно, кадры решают очень многое, если не все. Справедливость этой истины еще раз подтвердилась на заседании Координационного совета по содействию в подготовке квалифицированных рабочих и специалистов Славянского района. На мероприятии обсуждались важные вопросы, связанные с обучением специалистов самых разных специальностей, с тем, чтобы уйти от кадрового дефицита в нашем муниципалитете. Представители района, администрации, всех заинтересованных служб, высшего и средних специальных учебных заведений, организации, предприятий, предприниматели приняли участие в этом мероприятии. Глава Славянского района Роман Сенеговский сразу же заострил внимание собравшихся на важности обсуждаемой темы. От решения кадровых вопросов напрямую зависит работа экономики, а значит и успешное социально-экономическое развитие нашего муниципалитета. Хотелось бы выработать те механизмы и определить протоколом те мероприятия, которые мы можем провести для того, чтобы в Славянском районе, в котором мы с вами вместе созидаем и работаем, решить действительно кадровый вопрос. И хотелось бы, чтобы действительно не по форме мы провели совещание, а по существу и поняли, что что и как. Поэтому у меня предложение послушать всех выступающих. Ну и еще раз повторюсь, может быть, понять, чем мы должны все заниматься, в каком направлении работаем. В центре занятости Славянского района постоянно держат руку на пульсе кадровой проблематики. Здесь собрана информация о том, какие специалисты нужны сейчас в районе и какие будут нужны в ближайшие 7 лет. Профессия среднего профессионального образования 1411 человек. Это 47% от общей потребности кадров. Это такие специальности электромонтажники по северным сетям, оператор связи, слесар-оператор, нефти переработки, автомеханик, проклеист и машинистерского хозяйственного производства, продавец, контролер, кассир и другие. Специалистов и служащих среднего длина, среднепрофессиональное образование, так как у нас нет всего начального образования, поэтому все относится к среднему профессиональному. Ису 90-80, это 20% о общей потребности в кадрах. По специальности по образованию строителей, эксплуатации зданий, сооружения, агрономия, промышленная экология, и перетехнологии, лечебное дело, естественское дело, экономика и бываловский учет по отраслям, дошкольное образование и другие. Специалистов и служащих высшее образование, это 878 человек, 29,3% от общей потребности в кадрах. По специальности, такие специальности, как математика, строительство, экономика, педагогическое образование, лечебное дело и другие. Наибольшая потребность в кадрах в сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении и обрабатывающих производствах. Муниципалитет, благодаря грамотной работе по привлечению бизнеса, привлекателен для инвестиций, и здесь появляются новые производства и реализуются социально значимые проекты. Это реализация инвестиционного проекта модернизации производственных мощностей УОС «Ланскерка», проект строительства плодохранилища и складов хранения зерна УОО «Акрофирма» «Преволи», завершающий этап. Проект реализуемый субъектами малого бизнеса, а именно индивидуальными предпринимателями «Алавердова» и Калина Дмитриевна. Строительство торгово-развлекательного центра в сельском городском поселении с объемом инвестиций 70 миллионов рублей. И по новым Максимам Евгеньевичам строительство торгово-развлекательного центра объемом инвестиций 100 миллионов рублей. В результате реализации проекта будет создано более 20 новых рабочих мест. Продолжится строительство агротуристического комплекса «Кубанская Усадба». Инвестор КФХ «Яшка» Евгения Федоровна будет создано 100 новых рабочих мест. Строительство туристического комплекса «Эйль» инвестор ООО «Эйль» будет создано 75 новых рабочих мест строительства, опытного производства по переработке сельскохозяйственной продукции марлумения. Будут созданы 28 новых рабочих мест. Таким образом, постоянно создаются новые рабочие места. Значит, нужны будут сотрудники. В районе готовятся специалисты по многим профессиям. Но всегда ли они работают по специальности? Вот что важно. Директор Славянского электротехнологического техникума Александр Осмачкин сказал, что процент выпускников, работающих по специальности, зависит от службы ребят в армии. Но в целом востребованность хорошая. Если мы говорим о профессиях, например, электромонтеров, то там у нас показатели 50%. По поварам 50%. По организации обслуживания общественного питания 70%. У нас есть хорошие примеры местного взаимодействия и с Кубанин Эрго, и с НЕСКОМ. В общем-то, основная наша тема, которой мы занимаемся в последнее время. Но для примера, например, тех же трактористов в ближайших девяти районах, в ближайших девяти, готовим только мы. Высококлассных специалистов по требующимся экономике профессиям готовит Славянский сельхозтехникум. Здесь наработан отличный опыт взаимодействия с работодателями, что повышает ценность и нужность молодых специалистов. В апреле мы планируем проведение больших дней дверей для работодателей, где покажем свои возможности, покажем то оборудование, те навыки, которые студенты у нас могут продемонстрировать. Что хотелось бы еще отметить из передового опыта, на что мы тоже обращаем внимание. Александр Анатольевич уже об этом сказал, но у нас здесь тоже есть такая практика – обучение по индивидуальному учебному плану. Когда студент на выпускном курсе имеет возможность трудоустроиться по специальности, без отрыва от учебного процесса, то есть неделю, два, три дня он у нас занимается, оставшееся время он на предприятии приносит пользу, зарабатывает себе деньги. Работодатели сейчас вкладывают средства не только в новую технику, но и в кадры. На таком предприятии, как «Славянск-эко», очень нуждаются в квалифицированных и желающих хорошо работать в специалистах и стараются заинтересовать ребят уже на школьной скамье. Мы ведем достаточно большую работу по привлечению молодых кадров. Мы очень в этом заинтересованы. Мы не останавливаемся ни на минуту в части нашего взаимодействия каких-то там творческих войсков в этом плане. Если кратко, то три больших направления – это профориентация. Мы стараемся начинать рассказывать о нашей профессии, о нашем предприятии уже с младшего школьного возраста. Мы достаточно регулярно проводим экскурсии по нашему предприятию. Разговор был серьезный и откровенный. С одной стороны, в районе готовят квалифицированных специалистов, с другой – они не всегда находят себя в профессии и рабочие места остаются незанятыми. Здесь необходима тонкая и сложная общая работа всех, кто заинтересован в конечном результате. Сегодня нужно модернизировать производство. Сегодня нужны высококвалифицированные кадры. Сегодня киповцы нужны и другие специальности. Такие, что я не хочу ничего плохого сказать о торговле. Торговать может каждый. Но сегодня нужны квалифицированные кадры. И цель наших совещаний – это выстроить то взаимодействие, как уже сказал Роман Иванович, у нас есть хороший орган. Это депутаты государственной думы, совет законодателей Краснодарского края, администрация района, где мы должны вот эти вопросы туда выносить. Что мешает нам сделать так, чтобы мы растили здесь квалифицированные кадры. Цель заседания – сделать прогноз, какие специалисты нужны, и выяснить, как привлечь производственников к подготовке кадров. Подводя итоги работы Координационного совета по содействию в подготовке квалифицированных рабочих и специалистов, Роман Сенеговский отметил, что нельзя замалчивать имеющиеся проблемы. Нужно уметь всем находить общий язык. И для того, чтобы кадровые вопросы решались, над ними надо постоянно работать, выполняя составленный план реализации мероприятий. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Дмитрий Волошин, программа «События».